Друзья, всем привет! Последнее утро на теплоходе. Мы подошли к какой-то станице. Нас здесь высаживают и везут на теплоходе на Ростове. В Ростов. Мы здесь стоим уже вот так прям буквально дрифуем по течению, нами часа три уже. Я так поняла, потому что подошли пораньше. И, в общем, выжидаем время, наверное. Вон там рыбачки начинают летать, птицы. Птицы, кстати говоря, только с восходом солнца. и начинают свою бурную жизнедеятельность. Кажется, здесь особо рыбное место, потому что рыбакова здесь мантрогая. Очень много. Не впадает ли здесь парикан? Вот он. Что-то прям, посмотрите, сколько ходить я посчитаю. Две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать с рыбаков, семнадцать лодок. Вон там еще сидят на берегу. Ой, вау, тут еще и на берегу. Еще и на берегу. Уважаемые туристы, сотрудники ресторана, приглашают вас на завтрак. Уважаемые туристы, сотрудники ресторана, приглашают вас на завтрак. Приятного аппетита. Так, ну а это вот двухместная каюта. Это на какая-то палуба, верхняя палуба? Средняя. Средняя, это да? Верхняя там уже. Кондиционер. Свет. Здесь еще свет. В общем, две койки, столик, холодильник, зеркало, шкаф. Где? Ну, у нас тоже есть там туалет. А, тут вот как. И туалет, и душ. Это что, все вместе? Вместе. Совмещенно. А, то есть льешь и льешь, да? Да, вода уходит, и сам накрываешь. Понятно. Сейчас. Вот так. Все равно не развернешься тут. В общем, вот как. Вот. Да, нормально. Высотку рядом с Ворошиловским мостом. Договорился со всем, со всем с архитектором. Вбивает первую сваю, и наш Ворошиловский мост покачнулся в 2006 году, а потом начал вообще и танцевать. И, конечно, город, который мы видим вдали, в красивой дымке, Батайск. Вот. У нас там и работают, и учатся в Ростове-на-Дону. Им, конечно, было сложно сюда добираться. И, конечно, предлагают микру первому преклоненных казакам. Нашим казакам это не понравилось. Сказали, что это такое? Почему нельзя было стоять? Ну, с ними никто не консультировался. Это же аллегория на нынешний. Ну, аллегория здесь же в чем заключается? Ну, понятное дело, что казаки во все времена служили отечеству, тогда, когда еще было не их отечественским царям, императором, мы служили уже в Российской империи. Но вот нашим казакам не понравилось. Каким бы военным сословием они не были, которые служат отечеству, они все-таки вольные казаки, которые предпочитают даты для роскочан. И эту площадь полностью расчищают. Все у нас магазинчики, которые стояли, палатры, относятся на сам рынок. А здесь мы делаем красивую площадку, где можно посидеть, отдохнуть и насладиться красивым видом. Конечно, почему это является сердцем и центром города? Ну, наверное, потому что это одна из частей, которая сохранилась аж еще с тех времен. Базар здесь появляется практически вместе с городом, потому что огромное количество и купцов, и товаров, которые привозили. Как мы помним, таможни здесь все еще находятся. Ростовская крепость, сокращали, сокращали. И когда здесь уже в итоге был город еще 1701 год, 11 год, и здесь уже получается его называть Ростов. И чтобы не путать с Ростовом, который находится в Ростовской области, который мы знаем, Ростов-Великий сейчас называют, Ростов-на-Дону. В честь речи, которая рядом как раз и находится. Мы вообще ростовчане, Ростов-Великий. Это улица Соборная, потому что там стоит собор. Понумент, посвященный водопроводчику. Наш водоканал сбросился. Водоканал сбросился. На самом деле сбросился? Здорово. И они сделали памятник водопроводчику, но, конечно, если ростовчане... Здоровольно принудительно. Ну, понятно. Нас водят по ростовским переходам. В общем, вот это вот сделано было из обычной кафельной плитки. А кто это делал, вы сказали? В 79-80-м году... Как же у нас называлось? В прошлом. Сейчас помню. У них такое название классное. В общем, короче, они кафельную плитку обычно дешевую побили, которая раньше в Комбуре была. И выполнили вот такое панно. Это мы уже спустились во второй переход. Вообще не верится, что это из расколоты кафельной плитки сделано. Посмотрите, какая красота. В общем, тут все фоткаются. Мы специально нас потащили по переходам. Мы сами попросились. Нам показали один. Настолько понравилось, что вот теперь мы... Экскурсовод вводит нас по другим переходам. Это уже школа. Так, друзья, ну вот я приехала в отель. Гладильная комната. То есть здесь можно погладить платье. Или что у вас там есть для включения утюга и так далее. Нажмите там. Нажмите тут. Всем привет. Я еще вот зашла. Взяла вещи. И буду их сейчас гладить. А потом все остальное. Вот здесь есть такая кнопочка, на которую нужно все время нажимать, когда ты включаешь утюг. То есть он автоматически выключается. Я не знаю, через сколько минут. Но, наверное, через 5-10 минут использования он автоматически выключается. Я погладила свое платье одно, свое платье в другое. Сейчас приведу себя в порядок и будем думать, что нам делать дальше. Друзья, всем привет. Я остановилась вот в этом отеле. Сейчас покажу. В общем, у меня есть время. Я хожу в поисках еды. Я вам серьезно говорю. Нас как на проходе. Покормили? Друзья, всем привет. Любовь Рулевская. Привет, привет. Здравствуйте. А это ее подруга. В общем, мы пришли в антикафе. Циферблат. И решили здесь увековечиться. Мы пришли в антикафе и собираемся спуститься вот в тот дворик. Вот такой лестнице. Ой, да, жер. Все такие прям разномастные. Что-то упало, что ли? Ой, ну вы прям приготовились, прям приготовились, приготовились. Друзья, это ростовское гостеприимство. Да, посмотрите. Меня на корабле закарал. Это свой собственный виноград такой красивый, красивущий. Это кишмиш. Кишмиш, я вижу, да. Мы находимся в антикафе. Кот тут есть захотел. Все приходят и его не кормят. Вот эта бутылка вина. Это я купила в хуторе Ведерников, смотрите. Губернаторский резерв. В общем, оно какое-то шикарное-шикарное. Это я купила для Любы. Люба, прячь его. Прячь. На камеру посмотрели? Да, на камеру посмотрели. Я же должна перед подписчиками отчитаться. У меня сумка такая конспиративная. Да, они эту сумку заставили меня тащить. Но я шучу. Нет, я сама напросилась. Так как девушки говорят, мы городские, нам тяжело таскать. Я им помогла. И даже перец, и помидоры. Ну, вообще, с ума сойти. Люба, пожалуйста, садись. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы встречаем в Ростове Татьяну. И, пользуясь случаем, я хочу представиться. Меня зовут Любовь Рулевская. Я тоже блогер. Но немножко контент другой. У меня рукоделие в основном. И бывают путешествия. И мы сейчас Татьяну поведем в театр. У нас замечательный драмтеатр. Будем смотреть «Женитьбу». Очень приятная женщина Татьяна. И я дневник «Казачки» давно смотрю, подписана. И мне нравится Татьяна. И я в первый же раз, как увидела ее, сказала себе, вот бы повидаться, и Волгоград недалеко. И я думала, что мы увидимся. И планировала сама туда ехать. И тут вдруг мне сообщили подписчики, которые смотрят у меня ее, что Таня будет здесь проездом. И вот мы встретились. И всем большой привет от меня, от моего канала. Я тоже приглашаю, заходите в гости. Это здорово. Блин, люблю. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»